В селе Еделево Кузоватовского района работу фельдшерского пункта решено усилить офисом врача общей практики. Это позволит в разы увеличить доступность и качество медицинской помощи. Более тысячи человек теперь не будут иметь проблем с получением медпомощи. Здесь проживает около 760 человек в селе Еделево и близлежащий у нас населенный пункт Никольское. Там около 400 человек проживает. Вот основная задача. На данный момент у нас ведется лицензирование данного помещения. Я думаю, что до середины февраля месяца получим лицензию, будет завезено сюда медицинское оборудование. Здание отапливается газом, поэтому не придется держать два истопника, как в старом ФАПе, где прежде чем начать работу, нужно было наколоть дров и истопить печки. Фельдшер очень рада новому зданию и прочим реформам. В новом ФАПе будет палата дневного пребывания. Население у нас стареет, не каждый имеет возможность поехать в районную больницу. Ну тяжело, конечно, на автобус ехать, не каждый имеет свой транспорт. Тут пришел, прокапался, немножко полежал и дома уже. Вот поэтому. У нас раньше не было ЭКГ там, не делали ЭКГ. Здесь ЭКГ будет. Доктор не каждый раз сюда приезжал, раз в месяц. А сейчас свой доктор будет. Место, где располагается нынешний ФАП, когда-то было школой-интернатом. Помещение, мягко говоря, не приспособленное. Оснащение помнит еще Леонида Ильича Брежнева. Если не Хрущева, выглядит все это весьма печально. Для местных жителей нет различия между ФАПом, авопом, клиникой и поликлиникой. Для них все это больница. Место, где можно вовремя получить медицинскую помощь. В новом здании многие уже побывали. Открытие, которое строится в середине февраля, с нетерпением ждут все. Мы очень ждали, когда нам построят новый ФАП, потому что это здание больницы уже старое. Нет условий. Нам поставили больницу, там светло, тепло. Новое оборудование нам поставят. Придет доктор. Нас все устраивает. То есть хотим новую больницу. Кроме строительства стационарных медицинских пунктов, в регионе будут приобретаться передвижные медицинские комплексы. Всего до 2024 года будет закуплен 31 мобильный комплекс разной комплектации. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды ТВ.